Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, мы продолжаем наш великолепный курс, в котором мы читаем по порядку недельных глав, хотя бы по одному параграфу. И сейчас, вчера, вчера в субботу в Диаспоре читали главу под названием «Хукат». В прошлое два цикла мы рассмотрели 19-й параграф и 21-й параграф, сегодня мы рассмотрим 20-й параграф недельной главы «Хукат». Я посмотрел, и получается, что Диаспора догоняет Израиль только на главах Матод и Масе. Почему это так, я объяснения не знаю и на вопрос мой ответа не получил. Ну, во всяком случае, пока что мы идем по Диаспоре вследствие того, что большинство наших, вот тех, кто смотрит нас онлайн, а не в записи, находятся все же за границей. Итак, параграф 20-й. И я начну. И пришли сыны Израиля, все общество, в пустыню Цин. Здесь не написано «Лемедбар», но имеется в виду именно так. В месяце первом, это имеется в виду месяц Нисан, и Ваешев осел как бы народ, то есть стал станом в местечке под названием Кадеш. И умерла там Мирьям, и там была она похоронена. Вот такое грустное начало, но нам предстоит еще одно прощание в этой недельной главе. Анна, прошу вас. Анна, я надеюсь, вы с нами, да? Я забыл глупо звучить, да, я здесь. Так, в Лога Ямаем, мы Эда, мы Икагалу, аль Муше, мы Аль Агарон, мы Яраф Аам, и Муше, мы Юмру, мы Мор. Анна, вы уже два пасута прочитали, да? Прошу прощения, я просто я по книжке смотрю, а там не очень. А, понятно, понятно, как вам удобно. Не очень, там нет разметки. Понятно, понятно. Ну, я надеюсь... Вот здесь все кончается, да, вот пришли к Маше, значит, не было воды, не было воды для общины, и собрались они к Маше и Арону. Вот здесь вот, конечно. Это я уже чужое, на чужое, соответственно. Да, да, да. Ну, давайте, давайте. Ну, как нехорошо. Все свои, ничего. Хорошо, спасибо. В общем, В Яреф Аам, Муше, В Ямру, В Яреф, И как бы роптали. Яреф Аам, роптал народ. Рива, это спор, буквально. Рива, это спор, спор, рива, ривей, это вопроса Всевышнего. Да, спор, «Войди с нами встал». И, значит, роптали на Маше и сказали ему, «Если бы мы умерли…» Точно. Это интересное слово для обозначения умирания. Гава, Гава. Да, да, да. «Умерли бы мы как…» Как умерли Ахейну, как умерли наши… Как умерли наши братья перед Всевышним. Видимо, те, те, кто умер в пустыне, потому что тут уже… А что не имеется в виду? Получается, как бы спустя 40 лет прошло, как в фильмах пишут, прошло там 20 лет. Вот прошло 40 лет. Вот это уже новое поколение, которое уже вышло… Да, да, да. Так. Так. Если бы умерли мы, как умерли наши братья. Умерли наши братья перед Всевышним. Да, понятно. Далет, вы передаете кому? Мафию, как обычно. Мафию, прошу вас. Далет. Спасибо. И почему привели вы общество Всевышнего в пустыню эту умереть там нам и нашим… Вы и нашим… Да, и нашим стадам. Наши стадам, да. Я искал это слово в словаре, я не нашел, но смысл именно такой. Так. Да, именно так. Спасибо, Тимофей. У нас есть Людмила, да? Людмила, вы с нами? Да. Прошу вас. Какой? Далет, да? Мы читаем «Хей». Уже «Хей». Велама, Хей, Элит, Туну. Туну? Угу. Мимицраем, Лехави, Отану, Эльхамаком, Хараха, Зе. Ломаком, Зера, Ветена, Вегефен, Веримон, Умай, Айн, Айн, Лиштот. Совершенно верно. Почему? Хей, Лит, Туну, Это слово Аллах, Корень Аллах, Вегеф-Иле, То есть поднял, Поднял ты нас, Подняли вы нас, Точнее, Хей, Лит, Ту. Это подняли, Ну, Нас. Из Митраема, Нас подняли из Египта, Привели нас Вместо В такое плохое, Ну, Это плохое, Не место Зера, Посева в данном случае, Да. Посевов. И Это инжир, Инжир, В данном случае, Инжир, Конечно, Да. И инжира, И винограда, И этих... Гранатов, Гранатов, Да. Воды, Айн, Айн, Как нету. Нет, Нет пить. Нет воды пить. То есть теоретически есть, Айн, Да. Так. Да, Верно. Вав, Это очевидно я, Да? Анна. Да. Ва, Яво, Моше, Вэарон, Лифнея, Кагал, Эль, Петах, Огель, Моэт, Ва, Иплу, Альпнегем, Ва, Яра, Кевод, Ашем, Алейхем. И Пришли, Моше, Иарон, Предообществом, К входу шатер Откровения И пали на лица И И И Заваса Всевышнего Имма. Почему она показалась, Чтобы защитить их. Иначе Могли бы они Плохо Закончить. Так, Зайн, Прошу вас, Анна. Так. Вэйдабэр Ашем Эльмошэлэймур Каг Эль Амате Акэйль Эт Аэда Ата Вэарон Ахиха Вэдабартэм Эль Асэла Вэйныйгэм Вэнатан Мэймап Вэгадхэта Аллахэм Мээм Мин Асэла Вэ И жкита Эт Аэда Вэд Вээ themed всевышний муж и говоря ему возьми свой посох и собери общину ты и арон брат твой и скажите скале видимо вот это перед глазами и на и даст она чтобы она дала воду скажи и как бы вы видите она воду из лечета на воду и скалы и будете пить и будете пить и община на поиск и общину иран так же как чуть раньше скотт да 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 верно спасибо спасибо так переводим это слово вы прочитаете я я вас а я уже прочитал не слышал я не слышал пропал звук да цивагу цивагу да и взял муж и посох пред всевышним как он повелел ему да да так спасибо людмила ют ва я кхилу мошеве арон и взял мошеве ???? и взял мошеве посох перед Всевышним. Так, это не мое. И взял Моше и Аарон и взяли Моше и Аарон собрал общину перед Калой и сказал им слушайте пожалуйста непокорные Аморим Аморим непокорные Мин это низко и когда рамочка появляется даже голосовки не видно ага, да, 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 спасибо поймаю теперь ага, значит непокорные из скалы этой слушайте из скалы этой страны Амин Гасэла Азэ Ноци мы вам выведем Лахэм Маим Я просто тут еще не переводил я имею ввиду что-то это слушайте из скалы Слушайте, пожалуйста да Послушайте, пожалуйста непокорные Запятая потому что ага, запятая не надо обращать внимания Да Ноцим Лахэм Ноцим как вы сказали Ноци это мы выведем Ле Го Ци А, Хамо Ца Ноци выведем из этой скалы то есть вдвоем Если бы было просто амин то из скалы а вот это вот ага с огласовкой хатавпатах да это вопрос не из скалы ли это и выведем мы вам воду то есть примерно вот так не так ли не правда ли что из этой скалы да то есть не хотите ли вы чтобы из этой скалы у нас группа слушайте непокорные и потом уже что слушайте непокорные запятая в начале предложения да да верно Юд спасибо Людмила Юд Алев я читаю я до ваях эта села баматэйгу пааммай ваяц у маим арабин ватэшт аам у в а у ва ирам ваярем от слова лагарин и паднял мошек руку свою и ударил ваях как мака скалу посохом своим два раза паамай и вывел воды многочисленные и пила община их Юд Бет прошу вас Анна так и ва 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 а ва ва ма там ви вэ хак ва вэ хак и ша ша ни вэ что у меня есть такой перевод такой что поскольку вы не поверили не осветили меня вы не поверили мне чтобы осветить поэтому не ведете эту общину землю которую я им дал смотрите мы не можем полностью точно сказать что именно неправильно сделал уши но во первых действительно должен был обратиться к скале со словами во-вторых он не должен был ударить ее как он сделал в прошлый раз в прошлый раз ему было велено ударить в этот раз не было ничего такого сказано и третье вот на формулировку Моше не сказал вот я сейчас ударю и появится вода а сказал он так не из скалы ли этой добыть мне вам воду то есть как бы он оставляет за собой путь к отступлению если бы в этот момент вода не пошла это было бы просто это было воспринято как фигура речи откуда же я вам возьму воду уж не из скалы ли этой я ее добуду до то время как все же с ней обещал что вода пойдет и она таки действительно пошла но в любом случае всевышний наказывает Моше за тончайшее миллиметровое то есть буквально на толщину волоса как говорят наши мудрецы отступление от точного исполнения его воли именно потому что Моше человек стоящий на очень высокой позиции да человек до дошедший до высшего уровня святости вот поэтому от него требуется очень и очень много так и сейчас кто читает и где я это воды распри которым спорили сыновья израиля со всевышним и осветился в них через них да 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 это спорить и так далее правильно так прошу вас мило и удалят вот вышлах маши мал ахим микадеш эль мэлах эдом ко амар ахиха израэль ата я дата эдколь хатеола 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 а ашер мэца мэцаатну и послал мэцаатну и послал мацаатну и послал маше посланников из кадеша к царю эдома так говоря твой брат и израэль ты знаешь ты так ты ла маза ой а я чуть никого не слышу все тут и хорошо слышим а только тимофей вот слышу да я вас только слышу остальные так эрак алиэл вылетел ягоды буквально в данном случае ягоды которые мэцаатну ну вот мне сложно определить что это за форма такая мэцаатэну которые были встречены нами как то вот наверно так но думаю смысл то ясен да то есть все трудности которые нам пришлось пройти но вроде причастие 10 действительный залог да не маца ну а мацаатну вот это вот вот и вот это вот так может быть она образует пассив так я не готов пока это сказать но смысл который ягоды или я слышу ягоды ягоды тяжело ну давайте вот пока здесь поставим некое подчеркивание да что надо будет посмотреть что это за форма такая мне интересно как то это прошло мимо меня хорошо спасибо людмила я читаю это тот же корень что талуи или тут последний там ют а тут алиф да нет нет сейчас одну секунду это действительно важно сейчас я посмотрю что мне словарь подсказывает словарь я вот таким корнем то есть корень получается но если так то я могу найти одно коренное слово это ле а а имя второй жены якобы да вполне возможно собственно есть если так если это и и и и имеет такое значение то тогда понятно да возможно возможно нет рахель это овечка а ле а это вполне возможно что я не слышу вас пропадает звук так хорошо я продолжаю в любом случае так минуточку сейчас я и должен увеличить так я читаю вот так да это два ва ерду авотейну митцраим ва митцраим я мим рабим ва яреу лану митцраим ва ла авотейну и спустились отцы наши в египет в египет где дни многие и плохо относились к нам к нам ва-е-ре-у от слова ра в египет буквально и к нашим отцам заметьте, что этот текст очень похож На декларацию принесшего Бикурим в храм, которую мы читаем в книге Дворим, и на которой построена большая часть рассказа об исходе Литвы о Гадашир Песах, буквально вплоть до текстуальных заимствований. Это тоже оттуда. Так, поэрэ от слова «ра», то есть «делали нам плохо». Теперь, спасибо, Тадзайн. И мы вас звали к Всевышнему, и услышал он голос наш, и послал нам посланца, и вывел нас из Скипта, и вот мы в Акадеше, в городе, на краю твоей границы. Твои холодильники, твои границы, это, верно. Так, и зачем все это он говорит? Давайте прочитает нам Тимофей Юд. Читаем. Так, у меня пропал звук. Я надеюсь, что все нормально. Меня слышно? Слышно, да, и мы всех слышим. Это у Рафа Ильягу, что-то с интернетом, видимо. Я всех слышу. Рафа Ильягу, отзовите, слышите меня? Да, я с вами. Я читаю. Да, слышу, 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 да. Переводим. Позволь, пожалуйста, пройдем, пожалуйста, пройдем мы, пожалуйста, в земле твоей и свернем в поле в херем виноградник. Да, и виноградник. Мы не пройдем поле в виноградник, да. Не будем пить воды колодцев путем амелых. Путем царским буквально. Дорогой царской имеется в виду по шоссе, не сворачивая. А, ясно. Царской дорогой пройдем. То есть мы не затопчем, мы не навредим и, да, лоните не отклонимся. Склонимся вправо. Да, не отклонимся вправо и влево до тех пор, пока не дойдем до границы твоей. Да, покуда не пройдем твое владение. Мы обещаем, что никакого вреда тебе не будет принесено. Тем не менее, надо заметить, что народы, с которыми вполне способны обидеть царя, который разрешил им свое владение. Да, но ведь это важно только в том случае, если, не дай бог, Израиль будет побежден. Но поскольку Всевышний обещал... Хэт, да. Сейчас не было слышно, Рафа. Вот не было слышно, что-то пропало в его звуке. Ага. Что-то вы сказали... Обещал, да, потом? Обещал и что-то такое пропало. Я хотел вас обращаться... Кому обращается Моисей здесь? Царю Эдома. Опять не слышно. Опять не слышно. Царю Эдома и все. Да, что-то за звуком сегодня. Ура! С интернетом, видимо, плохо. Так, давайте читаем дальше. Ва юмру элаф бне Израиль ба мессила на лэ в им мемеха ниште ани у микна... А ютхэт разве мы прочитали? Вот Тимофей прочитал сейчас, что мы там... Не-не, мы перескочили один пункт. Мы не прочитали ва юмру элаф. Да. Ну давайте, Тимофей... Нет, Людмила сейчас должна читать ва юмру, да. Сказал и дом. И сказал им Эдом не перейдет ко мне... Не перейдешь ты, да. Не перейдешь ты меня. Ты не перейдешь меня, Пен Бахеров. Мечом? Иначе, ну, Пен, это как бы... А не то я с мечом выйду. Верно, да. Я выйду навстречу тебе. Это к дому. Да, совершенно верно. Нет, наоборот. Моисей пишет письмо, так, пропустим у нас. А тот отвечает, нет, я не пущу, а то иначе, если ты пойдешь, мы тебя с войском встречим. Да, да, да. Эдом отвечает? Да, его же просят пропустить, он говорит, нет, не пропущу, и вообще, только попробуй, и мы сейчас с тебя войной пойдем. Так, да, так, и теперь я читаю вот это. И сказал ему, и сказали ему, сына Израиля, месила, это буквально прямой путь. В современном иврите месилот, это путем прямым поднимемся мы. И если из воды твоей будем пить, я и скот мой, и мои стада, то дадим мехер, махир, это цену, дадим цену их, то есть цену воды, которую мы выпьем. Только нет никакого, только ничего, кроме, нет, буквально нет вещи. Пешком мы идем, так, то есть не будет набега, не будет потравы, не будет нанесено никакого урона, а то, что мы, то, что нам понадобится из того, чего нет у нас, но есть у тебя, мы купим это за ту цену, которую ты назначишь. Вот так, такое условие, так вот, вот об этом просил Исраиль. Теперь Каф. Раф и Лягу что-то хотели сказать, но, наверное, мы вас так и не услышали. Но смысл был в том, что с адамитянами воевать евреям было не велено. Поэтому вот так вот с ними так вежливо обращаются. Да, да, это наше раз в свиннике. Всевышний не велел их трогать, да, потому что Идом, это же брат Якова, и ему намекают на это, что мы-то, мол, в Египте мучились, а ты тут жил вообще как вообще в полном, в полном приволе, ты не разделял с нами. Ну хотя бы, хотя бы, хоть сейчас помоги нам, вот, окажи нам такую услуги, обещают. Да, да, верно. Так. И сказал Идом, не пройдешь. И вышел Идом навстречу ему, ну, в Израиле в смысле, с народом, ну, Кавет типа тяжелым, тяжеловесным и с рукой крепкой, сильной. Да, 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 то есть он был готов как бы дать отпор. Мы не разрешили вам проходить. Идому, вот сказано тут, воззвал, вот в письме еще обращают внимание, мы воззвали голосом нашим ко Всевышнему, потому что Всевышний сказал Якову, вернее, Идсхак сказал Якову, что голос, голос Якова, а руки, руки Исава. То есть у Исава сила в руках, а у Якова в голосе. Поэтому тут вот, да, он говорит, а мы, значит, вот рукой сильные. У нас меч есть. Вот нам же тогда сказали, что наш прорец, что наши силы в руках. Вот мы, вот мы, самое, этим мечом мы сейчас тебе и, значит, покажем. Вот наши силы в мече, наши силы в руках. Да, что имеем, тем мы и воспользуемся. Можно сказать так. Да, верно. Так, у нас есть новый участник. Если вы желаете переводить, то вот после Людмилы вы просто можете включить микрофон и участвовать. Если мы увидим, что микрофон у вас не включен, мы после Людмилы заново начинаем цикл. Так? Анна, передвиньте, пожалуйста, текст, наверное, уже до конца. Чтобы вот этот вот Каф-Алиф оказался на самом верху. Еще, еще. Еще до конца, чтобы не пришлось больше следить. Так, вот так. Так, Каф-Алиф это, да, Тимофей, прощай. Вай маэн эдом, метон эдисхаэль, а вор бигуло, ваэт эсхаэль мэрав. Вай маэн, как мы переведем? Совершенно. Эн, помните? Да? Отказался. Отказался. Нетон, это инфинитив в данном случае, не относительный инфинитив, например, ли-нетон, или, как мы сказали сейчас, латет, дать. Абсолютный инфинитив, но с тем же смыслом. Дать, то есть разрешить. Дать Израилю пройти в границах его. И отстранился Израиль от него. От них. Откладился буквально. То есть Израилю пришлось тратить время и силы, чтобы идти обходной дорогой. Да. Вот так. Каф-бет, пожалуйста. Спасибо, Тимофей. Каф-бет, Людмила, да? Ва-Ис-У-Ми-Кадо-Кадеш-Ва-Е-Воу-Бне-Израэль-Коль-Ха-Эда-Хор-Хахар. И Ису... Двинулись буквально, как поехали. Двинулись из Кадеша и пришли, сыны Израиля, все общество. Гор-Хахар к горе. Так мы это переводим. К горе, которая называется Гор. Гор. Гор – это гора, а Гор – это ее собственное название. Все вместе Гор-Хахар, да? Вот как. Да, да. Так вот называется это место. Да, спасибо. Так? Ну что? Я... Гор-Хахар, какой сейчас? Да, слышим вас, слышим. Да, будем рады, если вы нам поможете. Да. Какой? Каф-гимм. Какой по суп? Каф-гимм. Какой по суп? Каф-гимм. Каф-гимм. Да. Еще раз, название горы Боор, правильно? Боор. Что с вас? Название главы Боор. Не главы, горы, горы, горы. Боор, да? Да, гора, ага. Да, верно. Каф-гимм ваш. Хорошо. А почему АБ-Гор написано Боор? Боор? Где написано? Боор? ААР. Боор. Там написано... Гор. Гор это... Гор это название, а гар, гора, да? Да. Да, да, да. В начале название, а потом гора. Просто наоборот, почему странно. Обычный начальник. Да, да, да. А потом название. То есть наоборот. Как Москварика. В этом какой-то нескольким. Ну да, примерно так. Как Москварика, понятно. Я не берусь рассматривать комментарии, я не ставлю это своей задачей. Понятно, понятно. Как у вас... Каф-гимм прочитайте нам. Да? Вы Юмар, Адунай, Ашем, Альмасе, Ашем, Альмасе, Аарон, Боор, Агар, Аль, Гвуль, Эрц, Эдом, Лэмор. Да, верно. Может, это висит? И сделали... И поехали от... И поехали... Нет, Вайомер это сказал. Сказал Бог. Ой, я Кафбет, я не туда. В Йомер. И сказал... И сказал... И сказал Бог. Да, да. И сказал Бог Маше и Арону. Да. На горе буквально. На горе. Ого. Да. А там, кстати, Халь... Правильно, Бет, Наоль. Там просто гора, а здесь именно на самой горе, да, Боор? Да, наверное, да. То есть они там были уже. Они были рядом с горой. Сейчас мы это увидим. А, рядом с горой. Да. А почему Бет стоят, что они как будто в горе? Ну, имеется в виду в том месте, которое называется гора. А, понятно. Ну, вот тоже, наверное, да? Понятно. Так, и значит, на Оргаре, на границе земли красной. Эдомской. Эдом – это название народа. Да, народа. А, на границе земли этого народа, Эдом. Это от которого Исафа пошел. Точнее, наоборот, этот народ произошел от Исафа, который сказал им следователям. Говоря, да? Ну, обычно так было. В данном случае не говорить. Сказал, говоря. И сказал. А, и сказал, говоря. То есть в данном случае это не говорить. Это именно говоря, да? Ну, сказал, чтобы говорить. Смотрите, я готов дать как-нибудь объяснение достаточно интересное, если кто-то не знает его. Почему по фразе, которая наиболее часто в ковре встречается, несколько десятков раз, сказано. Но давайте это ставим. Хорошо. В Идабер этого сказал, а в конце говоря. В данном случае это не как говорить. Хотелись говорить. Ну, смысл тут, Леймор, говоря, и сказал следующее. Сказал вот что. В конце говоря добавлено. То есть вот это поемер Леймор, это мы можем одним словом перевести. Да, или Вейдабер Леймор. По смыслу. Хорошо. Вейдабер. Так, теперь я считаю. Леймор, как говоря, в конце переводится. Леймор, как говоря. Да, на самом деле это просто чисто условно. Так вот, по привычке, когда-то это было переведено на русский язык, чтобы не терять слово как бы. Вот, поэтому так вот из перевода перевод это переходит. Я, если будет время, скажу пару слов. А переведено говоря, да? Переведено везде на всех учебах говоря. Обычно, да. Не везде, но в большинстве случаев. Теперь я читаю, как говорится. Это пассивный залог. Арон к народу его, потому что не войдет в землю, которую даю, которую дал я сынам Израиля. Теперь Аль Ашер здесь за то, что за Меритем Эт Пи, что восстали вы против уст моих. Пи Эт Пе Эт Абитам, что так говорит Всевышний. Леймор, как говорится. При водах Меривы. Это история, которую мы только что прочитали. Так, как прошу вас, как, Анна? Так, как, это Арон, в Эт Элеезер, в Элазар, в Элазар, в Элазар, в Элазар. В Элазар, да, Элазар, в Элазар. Вот там, гор Агар. Возьми Аарона и Элазара, его сына. И, Аль, как бы, возведи их на вот эту гору Гор. Да, да. Так, так и есть, да. Так, Каф, вам спасибо. Тимофей. В Элазар, это имеется в виду снять одежду. В современном иврите обычно говорят Ле Горин Гадим, но правильно сказать Ле Фашет Гадим. То же слово, что пошут, простой. И снимет Аарон одежду его. У нас Аарона одежда его, да. И оденет Элазара, сына его. И Аарон приобщится и умрет там. Да. Увы, все мы не вечны. Спасибо, Тимофей. Людмила Казаин. Что значит приобщиться? Приобщиться к братцам. Да, да, да. Как это было сказано раньше, например, по Аврааму. Ваяс Моше Кашер Цива Ашем Ваялу Эль Хор Гахар Ле Эне Коль Ха Эда. И сделает Моше, как приказал Всевышний, и поднимутся на гору Хор перед глазами Всевышний. А поднимутся... Да, совершенно верно. Это прошедшее время, это же наоборот. А, и поднялась. В авто, в прошедшее время, в будущее, и, соответственно, наоборот. То есть мы читаем это так. И сделал Моисей, и поднял. Так, да, верно. Поднял или поднялся? Извините, пожалуйста. Это буквально... Они все вместе. Моисей, Аарон и сын Аарона. Ваялу, пожалуйста. Все, поняла. Ваялу, да. Да. Каф-эй, наш новый участник. Это не новый участник, это Владимир. Он у нас уже бывал раньше, потом перестал еще... Владимир, понятно. Он, видимо, едет в транспорте, потому что там слышны были какие-то объявления. Ага. Ну, пожалуйста, если... Если будет нам очень мешать, мы попросим, да, тогда... Каф-эй, да? Все, уже я приехал. Каф-эй, да? Ага. Да, Каф-эй. Каф-эй. Войпашет, Моше, это Аарон, это Бугадав, Вейлабеш, вот там, это Элазар, Бану. Бану, Вейамет, 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 Аарон, Шам, Ворош, Аар, Вейерет, Моше, Вейлазар. Мин, ага. Мин, да, 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 верно. И раздел Моше Аарона. Угу. И снял с него его одежды. Снял с него одежды. Его одежды. Снял с него. Да, верно. Каф-эй, это его. Да, да, верно. И одел ему... И одел... И надел их, вот там их, то есть одежды, надел их на Элазара. То есть облачил его. Его сына. Это одежды кого? Верховного первосвященника. Сына. Сына. Правильно? Да, да, да. То есть это символ, знак того, что сан Верховного первосвященника переходит именно Элазару, сына Аарон. Твоя мать, Аарон, шам. Так, и дальше. Так, Аарон, так, сейчас. И так раздел, Азар, сын его. И Аарон, и Асав. Добавил, добавил, добавил. Не ту строчку, по-моему, читаю. Нет, не то, не то, да. А, я перепрыгнул, точно. Бану, вы, Ааль, Ааль, поднял, нет? Нет. Ну да, буквально. Где-то вы не там. Вы не там, как? Подождите. Снизу строка. Первое слово, Бно, а дальше, Вайамат, Аарон, шам. Ой, Бно, опять не там, да, сейчас. То есть сейчас. Вы, а, сейчас, 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 Бно. Нет, подождите, это Кав, Кавхед, да. А, ну да. Кавхед, вы считаете, да. Его Вайамат, а, Ламот, умер. Да, и умер Аарон там, да. Умер, а, умер Аарон. Да. И шам там. Во главе главы. На верхшие горы. Да, совершенно верно. И спустился Маше и Алазар с горы. Да, совершенно верно. И последнюю фразу читаю я. И увидела вся община, и увидели вся община, что умер Аарон, и плакали, оплативали Аарона тридцать дней весь дом Израиля. Мы прочитали двадцатый параграф из главы Хукат. Я обещал рассказать маленький комментарий по поводу фразы, которые чаще всего встречаются в Торе. А что это еще раз слышал, и плакал весь дом Израиля? Да, оплакивал, да, тридцать дней. А, оплакал весь дом Израиля тридцать дней. Итак, фраза Ваида Берга Шемель Мушел Лаимов. Буквально, значит, и говорил Бог Моисею, говоря, если быть, если придерживаться именно комментариев, то вот этого слова Лаимов. Я прошу вас выключить, что я говорю, а лишние шумы просто... Так вот, комментарий говорит, поскольку на горе Синай мы считаем, что еврейский народ получил всю Тору, но весь народ слышал только десять причений, да? Но все остальное получил Моисей, когда он поднимался на эту гору, на сорок дней поднимался он туда трижды, да? Весь народ пока стоял у горы. Так вот, Бог давал ему законы, чтобы Моисей передал их еврейскому народу. То есть вот это вот слово «lay more» трактуется как «чтобы говорили». То бишь, Моисей это получал, Бог говорил это Моисею, для того, чтобы Моисей говорил это народу. «Lay more» – это говорение Моисея этих законов народу. Бог передавал через Моисея. И фраза, которую мы творим, «Тору заповедал нам Моисей», наследие общины Израиля, да? Здесь можно слово «тора» посмотреть, как гематрия этого слова равна шестистам одиннадцати, да? То есть, как бы можно понять, что шестьсот одиннадцать заповедей, шестьсот тринадцати передал нам именно Моисей, да? А две заповеди, на самом деле, два речения. Первое – слышал народ непосредственно голосом Всевышнего у горы Синай. Потому что, начиная с третьего речения и до десятого, да, народ испугался слышать голос Бога и попросил его. И Бог сделал так, чтобы остальные речения со второго кавана по десятое слышали они голосом Моисея. То есть, как бы тоже через Моисея. С третьего по десятого, сказали, с третьего. С третьего, конечно, конечно. С третьего по десятое, да? То есть, как бы две заповеди непосредственно, а все остальное через Моисея. Не только восемь из десяти речений, да, но и все остальные под шестьсот тринадцати. А если Аарон был на горе, я не понял, а народ же был в другом месте, внизу, как же он мог перед самым счастьем, что мы боимся? Нет, нет, имеется в виду, когда евреи получали 10 заповедей, к Богу поднялся только Моисей, а весь народ был у подножия горы, но все слышали 10 лечений, первые два голосом Бога, а с третьего и далее уже голосом Моисея. Когда они испугались, они об этом сказали Моисею на расстоянии, что мы боимся? Меня тоже интересовал этот вопрос, как это получилось, но нет ничего невозможного для Всевышнего, возможно, он сделал так, что Моисей услышал это, но в любом случае Бог сделал так, что слышали они речения, произнесенные голосом Моисея, голосом Бога. Еще большой вопрос, а что значит слышали? Например, если бы я оказался в это время, ну или, скажем так, я принадлежу к еврейскому народу, ну кто, какой-нибудь праведный нееврей, оказался его подножия горы с микрофоном, да? Зафиксировал бы он эти звуки или нет, или они слышны были только еврейскому народу. Хотя вроде бы Медраж говорит, что весь мир услышал, по крайней мере, я Господь Бог. Во всяком случае, всем это было дано знать, но не все это приняли к сведению, увы. Да, спасибо всем, спасибо за участие, приходите, пожалуйста, еще. Я приношу извинения за ненадежный интернет, за то, что связь иногда пропадала, но, к сожалению, СИИ от меня не зависит. Большое вам спасибо, приходите еще. Спасибо. Да, всего наилучшего, до свидания.